Привет! С вами снова Фаста Ньюс, вещающая из самоизоляции. И это не тренд, а реальность. Об этом в конце выпуска. А пока самые интересные новости прошедшей недели. Хоть мы и стараемся преподносить новости с толикой позитива, но без ложки дегтя не обошлось. Сегодня о GAC или, как говорят некоторые россияне, GAC. Продажи бренда на мировой арене упали. Причина ясна – коронавирус. Падение по разным направлениям составляет от 29 до 66%. Но скептикам рано потирать руки. Мы знаем, что китайцы долго запрягают, но быстро едут. Посмотрите, во что превратились земляки, победно шествующие по рынку России и мира. Хотя в России у бренда до сих пор всего лишь три дилерских центра. Но отметим, что в личной беседе представители GAC, а было это на мотор-шоу в Эмиратах в прошлом году, сказали, что рынок России не особо в приоритете. Ближний Восток, Эмираты с их нефтедолларами гораздо интереснее. Кстати, на нашем канале масса тест-драйвов автомобилей из Поднебесной. Посмотрите, интересно. Кстати, о китайцах Бьют уже в этом году начнет поставлять свой электрический кроссовер в Норвегию. Вслед за моделью Tank EV600 начнутся и поставки электробусов. После Норвегии китайцы расширят свои поставки на всю Европу. Илону Маску уже есть чего бояться. А Havail H5 показал свой салон на шпионских фото. Он будет классным. И речь не о версии для российского рынка, которая недавно вернулась к нам. Это будет абсолютно новый автомобиль, замахнувшийся на конкуренцию с Range Rover и Mercedes. Ну хватит о китайцах. Денег они нам, кстати, не занесли. Обновленный Skoda Rapid теперь можно купить без кондиционера. Речь о комплектации entry за 792 тысячи рублей, которая появилась уже после объявления всех цен и комплектации. Хорошо, скажут некоторые. Но напомним, что дешевые комплектации у ряда брендов это не более, чем маркетинговый ход, чтобы писать на билбордах цена от Stalkita. На деле же эта комплектация у дилеров может не появиться вовсе. Рассекретили в Skoda и ряд моментов об электрокроссовере E-NIC. Возможность быстрой зарядки за 40 минут, широкая гамма комплектации и самый большой запас хода, ну в зависимости от батареи, 500 километров. Все это на платформе MIP от Volkswagen. Масса фото и все технические характеристики на страницах журнала Автоброкер. А вот у российских Volvo нашли ошибку, которая может привести к аварии. Почти у 10 тысяч машин система автоматического торможения может не сработать вовсе. По мне так это вообще лишнее. Сам я как-то раз стал свидетелем, когда грузовик, кстати тоже из Швеции, не остановился перед препятствием два раза из десяти. Хорошо, дело было на полигоне. Теперь о нашем горячем и красивом. АвтоВАЗ в одном из официальных сообществ в соцсетях разместил подборку официальных же и пользовательских фотографий автомобилей и девушек. Получилось красиво и резонансно. Некоторые пользователи засомневались, а есть ли у АвтоВАЗ вообще красивые автомобили? Другая часть сразу решила устроиться на работу на АвтоВАЗ, полагая, что все эти девушки работают слесарями на конвейере. В ГИБДД опровергли слухи об обязательном использовании видеорегистраторов. На прошлой неделе один из магазинов автомобильной электроники запустил по сети этот фейк. В ГИБДД, да и мы тоже призываем разумно относиться к восприятию новостей и не растаскивать по сети то, что заведомо является ложным. Да, о законах и исполнении. На прошедшей неделе мы лично проверили, можно ли получить горячее питание и ночлег на федеральных трассах. Можно, но есть некоторые сложности. А наш новостной шеф-редактор Евгений Костин на себе лично проверил, как осуществляется въезд в регионы и контроль. Теперь принудительно отправлен в самоизоляцию. Видео об этом уже на нашем канале. Кстати, в личной беседе Евгений поделился с тем, что полицейские проявили лояльность к ребенку, не стали записывать его данные и проводить беседу, положились на родителей, что отчасти правильно. Это были не все интересные новости за прошедшую неделю. На страницах журнала Автоброкер, а ссылка есть в описании, как джип провалил краш-тесты, обновленный кроссовер от Ниссан, как белорусы торгуют омывайкой под видом антисептика, и как Кул Рэй уложил таки конкурентов на обе лопатки, уложил ценой и оснащением. А на нашем канале тест-драйв X-Ray Cross после заводских доработок. Ребята, он едет! А еще о том, как работают в детейлинг-студиях. Посмотрите, это полезно. До встречи через неделю, пока!